Не улицы, а каток. Чебоксарцы жалуются на гололед. Жители столицы не могут спокойно передвигаться по многим тротуарам. Увеличение обращения фиксирует и Центр управления регионом. Цифры удивляют. Наша съемочная группа убедилась, насколько обоснованы претензии к коммунальным службам. Нередко на гололед жаловались жители юго-западного района, особенно те, чьи дома расположены возле Дворца культуры Салют. Однако перед приездом нашей съемочной группы здесь удивительным образом появилась техника и целый наряд работников Дорекса, чему местные очень удивились. Обычно тут приходилось ходить с опаской, было очень скользко. Я крайне удивлена, что сейчас чистка территории идет. Прекрасно, конечно. До этого, конечно, было очень скользко. Держались практически за воздух, чтобы дойти до ДК. Очень скользко везде. То есть не только здесь, но и во всем городе. И к больнице, и от дома. Правда, уже на другой стороне улицы участки, не тронутые ломом коммунальных работников, тоже обнаружились. А это участок тротуара на подходе к остановке ДК Салют. Место всегда довольно-таки оживленное, особенно утром и вечером. Но, как мы видим, оно не очень безопасное для перемещения. И, кажется, здесь для перемещения больше подошли бы коньки, нежели обычная обувь. Кто-то успел закупиться ледоступами, кто-то обходится народными способами, подвязывает обувь вместе с подошвой тряпочками, чтобы не так скользило. Кто-то даже подклеивает наждачную бумагу. Однако далеко не все прибегают к подобным хитростям. Четыре раза падала, на скорую увезли, на голову и шутку. Сама врач. В большинстве местах гололед. Я однажды даже с ребенком шла и упала. Нам приходится очень тяжело шагать пожилым людям. Вот хочу сказать, чтобы почистили. Администрация об этом пускай думает. Один раз упал. Особенно вот здесь вот. В Центре управления регионом отмечают, в этом году обращений по гололеду на тротуарах и во дворах гораздо больше, чем в прошлом. Только с начала года поступило 862 сообщения с жалобами на скользкие улицы. Больше всего жаловались граждане, проживающие в городе Чебоксары, АлатР, Новочебоксарск, а также Ядринском и Чебоксарском районах. Вот из последнего поступила только что буквально жалоба от жителей улицы Гагарина на тротуар, который полностью превратился в каток. В муниципалитетах Чувашии тема неочищенных от льда дорог тоже актуальна. В сети распространяется видео, где девушка рассекает по деревенской дороге, похожей на каток, на коньках. Люди регулярно выкладывают в социальные сети фото и видеодоказательства гололеда, обращают внимание на неочищенные внутридворовые площадки, клеи на дорогах, некачественную уборку, барковок. Поступают подобные обращения через портал госуслуги. С начала января 217 жалоб. Большое количество жалоб и горожан города Чебоксары, жителей города Чебоксары и Почувашской республики на снег, на лед, на уборку, на посыпку песчаной солевой смесью улиц и тротуаров. То есть все эти жалобы оперативно передаются исполнителям. Погода в последние годы, особенно зимой, нестабильна. Это влияет на уборку дорог, отметил начальник городского управления ЖКХ и благоустройства Павел Чернышев. Подобная ситуация во многих российских городах. Оказало негативное воздействие на обслуживание уличной дорожной сети, частые перепады температуры, которые сопровождались осадки в виде дождя, с резким поднижением температуры. Ежедневно на расчистку дорог в Чебоксарах выходит более 150 человек и 80 единиц техники. Тротуар обрабатывают песчано-соляной смесью и бионордом. Однако, судя по жалобам горожан, этого недостаточно. Конечно же, проблема сейчас на усиленном контроле. Дополнительно рекомендовано подрядным организациям усилиться как людьми, так и техникой. Будем контролировать, стараться исправить ситуацию. Чебоксарцы надеются, что уже вскоре им не придется выходить на улицы с опаской и риском получить травму. Наталья Егорова, Андрей Шоклев, Вести Чувашия.